Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Евангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас. Присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Молитвенной, финансовой, в том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь. Я родилась в верующей семье на Украине. И когда мне было два года, моя семья уехала миссионерами в Россию. Родители открыли церковь в городе Владимире, и мы вместе всей семьей там служили. И на наших семейных служениях папа всегда нам по очереди говорил готовить какое-то слово, и мы все по очереди читали Библию. Но я никогда не хотела читать вслух. Я не хотела, чтобы мои близкие люди или вообще кто-то, кто меня окружает, слышал, как я читаю, потому что мне давалось это трудно. Спустя какое-то время мы узнали, что у меня дислексия. Это прерванный сигнал зрительного нерва к коре головного мозга. То есть мои глаза не фокусировали буквы, то есть они были немного в хаотичном порядке, и из-за этого мне было немножко сложно читать. И Бог, он исцелил меня от дислексии. Сейчас я могу читать. Я закончила школу на общих условиях, поступила в педагогический колледж. В моем ВУЗе никогда никто не знал о том, что вообще у меня есть такая проблема и сложность с чтением. Я всегда хотела учиться где-то в библейской школе, в какой-то школе служения, в каком-то христианском колледже. Мы с друзьями поехали на конференцию «Пасворт», и там было представление команды МГДИ. После конференции осталось желание поехать на этот проект. Очень в короткие сроки уволилась с работы, взяла академический отпуск, собрала вещи. И уехала в проект. В проекте у нас много разных поездок. Мы служим в церкви, и можем изнутри увидеть множество служений. Можем получить такой бесценный опыт во всех сферах служения. Давид говорит всегда, что в своей жизни мы возьмем две вещи. Это отношение с людьми и отношение с Богом. Для меня проект МГДИ – это отношение с Богом и отношение с людьми, которые в дальнейшем будут только развиваться, укрепляться. И вместе мы можем делать большую работу. Когда я смотрю на ребят, меня вдохновляет то, как Бог работает с каждым человеком. Меняется характер, меняется отношение к Богу и служению. Приходит видение и цель, что делать после проекта. Основная задача проекта – это помочь каждому участнику войти в Божье призвание и исполнить его волю в этом поколении. А что если множество церквей в нашей стране будут открыты благодаря твоему послушанию и вере? А что если Бог будет использовать тебя так, как ты даже себе представить не можешь? А что если ты следующий участник МГДИ? Когда Иисус Христос ходил по этой земле, мы этот месяц рассуждаем о Господе нашем, о Иисусе, о Его жертве, о Его влиянии, о Его власти, о Его жизни. Он доносил принципы Царства Божьего, стараясь делать их понятными. Поэтому говорил притчами, которые люди слушали, их понимали. И он пытался каким-то, знаете, простым способом донести какие-то более глубокие, более сложные вещи. Другими словами, мы достаточно такие, знаете, с вами простые люди, примитивные. Нам нужна логика, нам нужно понимать. И вот Иисус учил, что вот если сеешь зло, будешь пожинать зло. Если посеешь картошку, вырастет картошка. Если посеешь добро, будет добро. Будешь сеять зло, будешь пожинать зло. И как бы на этих примерах сеяния, жатвы, люди как бы сидели и слушали. И было им это понятно, что вот, значит, если мы посадили один картофель, выкопали целый куст, значит, понятно, это вот умножается. Но Иисус говорил еще о более глубоких вещах. Он говорил о своем царстве, он говорил о своем влиянии, он говорил о том, что его пределам нету конца. Представляете, он говорит Никодиму, что вот какие-то другие, более глубокие вещи. Он говорит ему о рождении свыше. И Никодим слушает его и понять не может. Уже человек в возрасте, учитель слова. Иисус удивляется, говорит, слушай, Никодим, ну как ты не можешь понять? Ты же учитель, ты же духовный человек, и ты не понимаешь каких-то вещей. И Никодиму было сложно понять какие-то более глубокие вещи. Часто мы с вами, следуя за Господом, нам нужна, знаете, какая-то логика. Нам нужно, чтобы все было так просто. А Бог хочет, чтобы мы научились жить в Его Царстве, находясь на этой земле. Как Иисус сказал, что никто не восходил. Кроме сына человеческого. Представляете, никто не был в том измерении, никто не был там у Отца. Потому что какие-то вещи, и Он говорил ученикам, и Он говорил, послушайте, вот я вам расскажу вот это, вот это. Но другое я вам не могу сказать, потому что вы не вместить не сможете, не понять это не сможете. Что-то еще тайно для вас. И вот в пути следования за Христом нам нужно, важно научиться понимать эти тайны принципа Царства Божьего. Чтобы мы могли научиться жить в Его измерении, в Его присутствии, понимая Его масштабы взгляда на наши проблемы, на наши трудности. И часто нам очень трудно это понять. Я хотел бы, чтобы мы сегодня порассуждали одну интересную историю. От одной, знаешь, таких великих призваний, великих обращений в Библии. И оно было очень странно, это, знаете, обращение человека. Но эта история поможет нам понять глубину величия и могущества Божьего, которое оказывает влияние на этот мир. Мы часто, имея имя Господа в своей жизни, призывая Его, мы недопонимаем, мы недооцениваем той власти, то влияние, которое Бог наделил нас, и мы часто не пользуемся этим. Мы часто, знаете, как, если бы кто-то вам, я не знаю, там кто-то близкий вам что-то подарил и сказал, слушай, я оплатил там холодильник, и вот тебе сертификат на получение холодильника в магазин, вот какой там, Эльдорадо, да, вот в Эльдорадо сертификат, пойдешь и получишь холодильник, и вы вот женой сидите и молитесь. Господи, пошли нам этот холодильник, Боже, помоги, чтобы он к нам пришел. И вот год уже проходит, знаете, уже сертификат там действует, не знаю, там на три года его выписали, да, и вот вы два года с женой сидите и мучаетесь и ждете, чтобы вам пойти и получить этот холодильник. Вот если бы мне принесли и дали этот сертификат, как бы я поступил с ним? Я бы ждал бы, чтобы он сам приехал. Знаете, что я сделал бы? Поехал бы за этим, пришел бы в магазин, отдал бы этот сертификат, скажем, послушайте, вот у меня оплаченный холодильник, а вот адрес, куда нужно доставить. Так или нет? Многие из нас, мы имеем этот сертификат, но мы никогда не воспользовались. Некоторым из нас дарят, знаете, на день рождения какой-нибудь сертификат на посещение какого-нибудь заведения, допустим, там кафе. Уже оплаченный обед. И вот ты пересматриваешь поздравления, открытки, смотришь, о, сертификат. Как вы думаете, когда он будет реализован, этот сертификат? Тогда, когда ты воспользуешься ним. Когда ты пойдешь и получишь то, что тебе нужно. Многие из нас имеем уже ответы от Бога, но мы их не берем по причине того, что мы ждем, что эти ответы сами к нам придут. Мы не принимаем никаких действий, мы не правляем никакой веры. И Бог вложил в нас уже. Ты должен делать, ты должен поступать по вере, а мы ждем. Нет, Господь. Господь, я уже заплатил, я уже дал. Мы молимся за исцеление, получаем подтверждение, Господь исцелил. Но мы никогда не пошли на тесты, мы никогда не засвидетельствовали об этом, мы никогда не проявили это. Ну, а вдруг, знаешь, на всякий случай, а если вдруг это не подтвердится? И мы многие откладываем получение того, что Бог дал нам. И многие из нас, мы получили в духе уже какие-то ответы, но мы никогда не воспользовались, потому что мы ждем, что еще будет какое-то подтверждение, еще будет какой-то звонок в дверь, еще будут три носильщика, которые принесут мне этот холодильник. А сертификат лежит у меня дома. Холодильник уже два года мог бы морозить в моем доме, уже быть благословением для моей семьи, но я не пользуюсь ним. Давайте мы откроем Иоанн, Луки, 8 главу. С 26 стиха. «И припыли в страну Годаринскую, лежащую против Галилеи». «Когда же он вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени в одежде не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. Он увидел Иисуса, вскричал, пал перед ними громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня». «Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его так, что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыню». «Иисус спросил его, как тебе имя, он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него». «И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну». «Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволило им выйти в них». «Он позволил им». «Бесы, вышли из человека, вошли в свиней, бросили в стадо с крутизны и озера, и потонуло. Постоки, видя происшедшее, бежали, рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть пришедшее, и пришедшее к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого в здравом уме, и ужаснулись. «Видевшись же, рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ, гадаринские окрестности, удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказал, вернись в дом твой, расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус». А теперь давайте представим картину. Человек живет в земле Гадаринской. Все люди знают о нем. В других посланиях мы читаем, что люди боялись ходить этой дорогой, потому что его связывают цепями, он разрывает цепи. Его пытаются держать, не могут удержать. Его пытаются каким-то образом сковать, он все равно страшной нечеловеческой силы. Живет не в доме, живет в гробе. Терризирует все общество, люди боятся его. И в это время надлежит Иисусу проходить мимо этой земли. И написано, что легион бесов. Что такое легион? В римской армии это было примерно от 5 до 7 тысяч воинов. Другими словами, примерно от 5 до 7 тысяч бесов, которые контролировали этого человека, делало его абсолютно безумным. Ходит голый. Терризирует общество, разрывает оковы, не слушает никого, живет в гробах, пугает всех. И вот Иисус проходит, и Писание говорит, что бесы не могут удержать этого человека от поклонения перед Иисусом. Представляете, 7 тысяч бесов или 5 тысяч бесов, которые контролируют этого человека, ничего не могут сделать с ним. Он выбегает и поклоняется перед Иисусом и кланяется ему. Эти бесы оставляют этого человека. И вот город приходит. И город смотрит. Человек одетый. Люди смотрят, он в здравом уме. Написано, что люди пришли и ужаснулись. Они не ожидали, что такое может быть. Представьте, влияние Иисуса. Не какими-то простыми действиями, а его присутствием оказывало такое влияние, что никакая сила тьмы не могла удержать человека, чтобы поклоняться Иисусу. Часто мы, проходя через какие-то трудности, вызовы, боремся, мы сражаемся, мы повелеваем, мы разрушаем, мы запрещаем. И потом сил нету, и мы не можем понять, что происходит, почему силы тьмы, они каким-то образом влияют на нас. Знаете почему? Мы не используем ту власть, которую Бог дал нам. Он говорит, я наделил вас властью бесов изгонять. Я наделил вас властью разрушать дела дьявола. Я наделил вас властью повелевать болезням, чтобы они уходили. Многие из нас, мы имеем этот сертификат великой победы в заветных отношениях с ним. Но мы никогда не пользуемся этим, потому что по причине того, что он не востребован в нашей жизни. Нам нужна какая-то логика. Представьте, люди с земли Гадринской пришли и просят ужаснулись настолько, что Иисус, пожалуйста, оставь. Богословы говорят, что земля Гадринская, она принадлежала к иудеи. Это люди вели не чистый образ бизнеса, не чистый образ жизни. Почему? Потому что свиньями-то они вообще не должны были заниматься. Какой иудей будет заниматься свининой? Эти умудрились как-то там на полях выращивать этих свиней. И Господь начинает наводить такой порядок, что у этих нечестивых людей уже начинается рушиться бизнес. У них все плохо, свиньи в море. Одержимый человек становится свободным. И они испугались. Но мне нравится, знаете, этот одержимый говорит, я пойду за тобой. А Иисус говорит, нет, ты не пойдешь за мной. Ты вернешься в дом отца. И там написано, смотрите, последний стих. И пошел, проповедовал всему городу, что сотворил им Иисус. Какая его была проповедь? Знаете, как он говорил? Вы меня вчера видели? Видели. Я был голый. Голый. Сегодня, видите, одетый. И этого было достаточно, чтобы люди увидели великую силу Божию в этом человеке. Представляете? Посмотрите, какой я был вчера, и посмотрите, какой я сегодня. И этого было достаточно, чтобы оказывать влияние проповедовать Евангелие. Мы часто, знаете, ищем определенные пути для достижения цели в нашей жизни. Нам нужны какие-то шаги. Нам нужны предпринимать какие-то, знаете, последовательность какую-то. Вот мы должны покаяться, потом мы должны где-то начать служить, потом мы где-то должны начать молиться, потом еще что-то. И нам нужно как-то где-то в нашем понимании возрастать, чтобы Бог услышал и начал отвечать через нас. Как я могу пойти проповедовать, когда у меня какие-то трудности? А этот человек говорит, Иисус, я пойду за тобой. Иисус говорит, нету нужны идти за мной. Иди проповедуй Евангелие. Сколько из нас, которые пришли вчера ко Христу и сегодня начали проповедовать Евангелие? Мы говорим, как мы можем? Послушай, меня тут все знают в районе, меня все тут знают в городе, как я жил. Вот этого и достаточно, чтобы ты начал свидетельствовать о том, что какой ты был вчера и какой ты сегодня. Этого достаточно, чтобы имя Господне прославлялось. Этого достаточно, чтобы оказывать влияние. Вот этот голый человек вчера, сегодня одетый, достаточно, чтобы приводить людей ко Христу. И многие люди приходили. Почему? Потому что для них была загадка. Почему цепи не могли удержать этого человека? Бесы так терзали его. Но почему эти бесы не смогли удержать этого человека, чтобы прийти и поклониться перед Иисусом Христом? Знаете, почему? Потому что перед его именем преклонится все дышащее на этой земле. Потому что наш Господь, когда приходит, там нету никаких уст, там нету никаких препятствий. Там, даже если легион бесов держит человека, там приходит свобода. И этого достаточно, одного присутствия Божьего в жизни этого человека, чтобы получить абсолютную свободу и начать проповедовать Евангелие. А нам иногда нужна логика. Нам нужно иногда понимать, что вот если было пять хлебов, две рыбы, ага, значит, пять тысяч человек поел. Ну понятно, ну умножилось. Ну каким-то образом размножилось. Ну да, но мы можем себя-то допустить. А Бог говорит, послушай, я хочу ввести тебя в другое измерение. Я хочу тебя ввести в то измерение, в которое твоя логика, она не будет понимать, как это будет происходить. Потому что люди земногадринские, почему они были ужаснувшись, а почему эти пастухи рассказали, что произошло? Потому что они были в ужасе. Ну как такое может быть? Человек, который терроризирует весь город, преклонился перед этим человеком. Ну как это может быть? Что там такое? Они весьма убоялись. Они испугались. И, наверное, этот человек думает, слушай, мне, наверное, лучше в очи уйти подальше от этих людей, потому что моя история, мое прошлое, оно такое, что ой-ой-ой. А Иисус говорит, нет. Тебе не нужно уходить. Тебе нужно идти к этим людям. Тебе нужно идти к этим людям. Я сделаю тебя евангелистом, я сделаю тебя проповедником, я сделаю тебя человеком, который будет приводить людей ко Христу. Господи, да кто меня будет слушать? Да кто меня будет слушать? Господи, ты просто не знаешь мою историю. Я лучше знаю, чем ты знаешь свою историю. Я знаю твою историю. Ты пойдешь в дом отца, и ты будешь проповедовать Евангелие. Можно я с тобой уплыву? Можно я не хочу даже быть с этими людьми? Нет, нельзя. Почему я хочу использовать тебя? Многие из нас, мы пережили великую победу в нашей жизни. Многие из нас, мы не поняли величие и могущество Бога в нашей жизни. Мы не применили то, что Он дал нам. Поэтому многие из нас, мы хотим следовать за Христом. Мы хотим быть в Его церкви. Мы хотим чтить Его. Мы хотим поклоняться. Мы хотим Ему служить. Но мы не хотим быть теми, которые будут свидетельствовать. Потому что наше понимание, наше откровение о Нем, оно недостаточно, чтобы уразуметь Его величие и Его могущество. А Он, Тот, Которого не могут удержать ни бесы, ни силы, ни земные, ни присподние, никакие. Он Тот, Который являет свою славу, когда Он приходит в жизнь любого человека. Сколько сегодня людей окружает нас, которые нуждаются в Нем. Сколько сегодня тех, которые ожидают этого откровения о Господе, которое имеем мы с вами. Но мы никогда не воспользовались Ним. Мы никогда не принесли Его. Мы никогда не поделились. Мы никогда не сказали. Потому что у нас нет понимания власти и силы нашего Господа. Поэтому для нас проще, знаете, увидели человека. Зачем за него молиться? Чтобы он получил свободу. У нас есть для этого репцентр. У нас для этого есть репцентр. И три месяца, и потом еще будет адаптация, и потом еще будет библейская школа. И смотри, через три года у него вообще все нормально в жизни будет. А Бог говорит, слушай, достаточно одной молитвы. Достаточно одной молитвы. Достаточно одной молитвы. Достаточно одной встречи со Христом. Чтобы все изменилось. И мы часто людей, знаете, уговариваем поехать на реабилитацию. Мы часто пытаемся как-то убедить человека, что ему как-то надо изменить образ жизни. И мы не берем эту власть, которую Бог дал нам, наделил нас, чтобы просто возложить руки на этого человека. И просто помолиться. И запретить всякому деменческому воздействию влиять на него. У нас нету дерзновения. У нас нету откровения о Боге. У нас нету понимания Его силы, Его могущества, которое сильно. Представляете, какой еще может быть более сильный пример от такого, знаете, великого отступления от Бога. Или, может быть, жизни без Бога до... За день и уже евангелист, уже проповедник. Ну, как это может быть? Господи, ну неужели нельзя взять прилично? Возьми Никодима. Из этой тьмы ночной выведи его на свет. Скажи, вот, Никодим, вы его все знаете. Он хороший учитель. Он всю жизнь пребывал в храме. Он понимает какие-то вещи. Какие-то вещи я ему объясню. И пусть он учит людей. И Иисус берет того, от которого общество отказалось. Но потом от этого, от кого отказалось общество, его все общество слушало. Потому что он пережил великую благодать Божью. Великую благодать Божью. Многие из нас, мы пережили великую благодать Божью. И нам не нужно, знаете, каких-то великих, долгих историй. Нам достаточно рассказать, какой мы были вчера и какой мы сегодня. Вчера был голый, а сегодня одетый. И этого достаточно. Вы вчера видели меня таким, а сегодня другим. Вы вчера видели меня, что меня не могли удержать 20 человек. А сегодня я свободен, и вы не боитесь меня. Раньше я мог, вы боялись, что я зайду в ваш дом. Потому что нужно было все приколачивать. Потому что все можно вытащить, все что угодно. Вилки, ложки, телевизоры, холодильники. Все пропадало. А сегодня вам не нужно ничего прятать. Я другой. Почему? Потому что ничто не может удержать человека от поклонения Богу. Ни силы, ни власти, тьмы, бесовского влияния. Ничто. Когда Бог приходит, приходит истинная свобода. Скольким из нас нужно открыть себя для Бога, чтобы принять это. Не путем нашей логики, нашего понимания, а принять это, как великого Бога в откровении для себя. Он Бог, который приходит и приносит свободу. Мне так нравится эта история. Представляете, не просто, знаете, ну освободил, ушел, как там прокаженные ушли. Мы не знаем их историю. Кто-то вернулся, поблагодарил, кто-то не вернулся. А этот реально стал евангелистом. Этот реально стал проповедовать Иван. Этот реально получил задание от Господа. Господь, я хочу идти за тобой. Да, иди. Но иди в свой дом, иди в свой город, иди в свой поселок. Иди туда, где люди знают, какой ты ужасный. О, нет, слушай, Господи. Если есть место на этой земле, где меня точно не будут слушать, это вот там. Господи говорит, нет, ты не знаешь. А не буду тебя слушать. Господи, ну как они будут слушать? Я же еще вчера в гробу жил. Я же еще вчера цепь рвал. Я же еще вчера пугал людей. Я же издевался над ними. Я же трезировал все общество. Господи, ну как они меня послушают? Пойди и расскажи им. А что им рассказывать? Какой ты был вчера, какой ты сегодня. Этого достаточно. И написано, и пошел, и проповедовал в селении. Не написано, что пошел, и постеснялся, и побоялся, и не захотел, и скрылся, и прятался в доме отца своего. Пошел, и начал делать то, что Господь повелел ему. Скольким из нас Господь повелевает? Скольких из нас Господь призывает? А мы с вами, знаете, ищем повод. Я не могу, потому что я библейскую школу не закончил. Я не могу, потому что я на пасторские курсы не ходил. Я не могу, потому что у меня еще есть какие-то вещи, которые меня смущают в жизни. Я не могу, потому что у меня еще что-то. Послушай, достаточно имени Иисуса Христа, чтобы получить полную свободу. Полную свободу. И свидетельствовать о нем. Если бы мы это осознали, если бы мы это приняли, если бы мы это поняли, послушайте, наше христианство, оно было бы совсем другим. Многие из нас, мы, знаете, все в процессе какого-то обучения, мы многие из нас в процессе все еще логического познания Бога. А Иисус говорит, послушай, есть вещи, которые выше твоего понимания, есть вещи, которые намного действеннее, чем ты можешь себе представить. И это мое имя, это моя власть, это то, что я надеялся, когда я сказал, что у верующих меня будут сопровождать. Какие знамения? Те, которые меня сопровождали. Но многие из нас, мы не имеем этого дерзновения, мы не имеем этого откровения, мы не имеем этого понимания. Мы как Никодим, когда, Господи, ну я старый, ну как, как это родиться свыше? Иисус ему говорит о духовном, а он переводит на логическое, на земное. Что, мне нужно войти в трубу матери моей? Ну, Господи, ну как, я уже в преклонных летах, как это мне родиться свыше? Иисус говорит, слушай, Никодим, тебе ли не понимать эти вещи? Господи, я не понимаю, я не понимаю. Некоторым из нас нужно откровение о кресте, потому что мы уверовали во Христа, но не познали его как Бога всей нашей жизни, во всех сферах наших. Нам часто нужно, чтобы кто-то за нас помолился, нам часто нужно, чтобы кто-то послужил нам, нам часто нужно, чтобы как-то, знаете, был какой-то определенный процесс для нашего понимания свободы. Все, что тебе нужно, прийти в ее святое присутствие, со своими проблемами, своими переживаниями, с твоими вещами, которые держат тебя, которые, знаете, мешают тебе. Но я тебе хочу сказать, что нету ничего того, что могло бы остановить человека в поклонении Богу. Не существует. Субтитры создавал DimaTorzok